Все, мы онлайн. Замечательно. Тогда я запускаю демонстрацию своего экрана для презентации. Большая честь для меня, Джазгуль. Спасибо большое за предоставленную возможность поговорить на тему медиабезопасности в Центральной Азии, но не только в Центральной Азии. Я хочу, чтобы мы широко затронули этот актуальнейший вопрос сегодня. Я изучаю цифровые медиа в Университете Эразма в Роттердаме, это в Нидерландах. Уже четвертый год нашего проекта. И мы рассматриваем вопросы медиабезопасности в Китае, России, на постсоветском пространстве, в Европе и англоязычных странах. Я отвечаю за постсоветское пространство, соответственно. Я сам родом из Узбекистана, много лет жил в Бишкеке, так что Центральная Азия для меня родной регион. После этого я учился и в Европе, и в Штатах, но всегда с радостью возвращаюсь в Центральную Азию, и поэтому сегодня очень особый день для меня. Интересный факт о себе. Однажды со своей женой Натальей мы проехали из Бишкека в Роттердам на поезде. Это было такое удивительнейшее приключение, весьма неординарное и неоднозначное. Но мы решили протестировать. Все время все говорят о евразийской connectivity. Такую терминологию используют. Есть ли у нас связь, есть ли у нас, как аналог Европы, возможность передвижения людей, услуг. Ну вот мы проехались на поезде пять дней, шесть ночей, почти как в Анталии, но в поезде. Конечно, такой трип я, наверное, не буду проделывать ежемесячно, но один раз в жизни это было весьма занимательное приключение. Всем советую. Я, кстати, даже об этом написал блог. В конце я поделюсь своим сайтом с ссылкой. Заходите. И вся информация там будет доступна. Для начала, думаю, очень важно поговорить о том, что же нас ждет сегодня. Обсудить меню, так сказать. Мы поговорим о традиционных и цифровых медиа. Для некоторых, может быть, это будет повторение. Некоторые узнают что-то новое. Но я хочу, чтобы мы все время дополняли обсуждение. Вы можете писать в чате. Джазгуль будет модерировать. Я тоже буду иногда посматривать. Я дам нам время. Я сделаю паузу. И будет возможность вопросов и ответов. И в конце, я надеюсь, тоже мы отведем целых 30-40 минут на обсуждение вопросов и ответов. И я надеюсь, что мы сможем обсудить более детально некоторые вопросы. И что аудитория, участники вебинара будут активно в этот процесс подключаться. Мы поговорим о цифровом неравенстве сегодня. Об интернете вещей. Интернетизация предметов. Слежка и надзор. Что же это такое? Чем они схожи? Чем они отличаются? Мы поговорим о наших цифровых двойниках. Да, они у нас есть. Затронем цену больших данных. Big data. Поговорим о цифровых вигилантах. Поймем, кто они такие. И обсудим немножечко некоторые методы того, как можно обезопасить себя и других от угроз, существующих в контексте медиабезопасности. Немаловажно поговорить и о целях вебинара. То было меню, какие темы мы будем обсуждать, какова же цель. Я надеюсь, что я смогу ознакомить наших участников с некими экономическими понятиями и ключевой терминологией, а также трендами в сфере медиабезопасности. За час покрыть все мы не сможем, но хотя бы некоторые фундаментальные вещи, я надеюсь, мы сумеем покрыть. Участники обретут углубленное понимание роли государства, корпоративных и частных игроков в медиабезопасности. Очень важно понимать роль различных акторов. Участники получат навыки, которые, я надеюсь, помогут им более осознанно и ответственно пользоваться цифровыми инструментами. И я понимаю, что сегодня наша аудитория, она разнообразная. У нас есть, наверное, и исследователи, лидеры гражданского общества, люди, которых просто интересует эта тема. Я надеюсь, что каждый сможет что-то для себя почерпать и поделиться, естественно, после презентации поделиться с остальными своим мнением, своей методикой, своими навыками. Это будет просто замечательно. И это наш последний пункт. В целях вебинара от участников ожидается активное вовлечение, дополнение обсуждаемых тем собственными примерами. Давайте поговорим об эволюции медиа. Происходит некая эволюция, и она происходит весьма такими семимильными шагами. Последние события, пандемия COVID-19 показала нам, что то наш... Ну, мы и так, в принципе, стремительно шли к цифровизации, но нам пришлось принять некоторые меры буквально в одночасье. Буквально за ночь изменился подход к образованию, буквально за ночь изменился подход в рыночных отношениях граждан и так далее. Все эти темы мы сегодня затронем. Чтобы дискуссия получилась информированной и приятной и на одной ноте, нам необходимо покрыть некоторые определения. Определение медиа, которое дает нам кембриджский словарь, это интернет, газеты, журналы, телевидение и так далее. Также это музыка, видео, фотографии, которые хранятся в виде файлов определенного типа на компьютере или на серверах. Весьма обширное понятие, но, в принципе, оно нам и на руку. Традиционные медиа. Ну, я приведу буквально несколько примеров. Естественно, это газеты, это радио, это телевидение. Мы с нетерпением, может быть, ждали, когда выйдет наша любимая газета, журнал. Я, как ребенок 90-х, помню прекрасно, как я с удовольствием ожидал, когда же выйдет мой любимый журнал, что я могу его почитать. Делились люди, прочитанные с соседями, с друзьями, с коллегами. То же самое касалось и радио. Возможно, радио было не у всех. Может быть, даже один приемник на несколько домов. И люди вот с семьями вместе слушали. Некий поток информации стандартизированный. И возможности, естественно, участия в создании информации не было. То же самое касается и телевидения, любимые передачи. Наверное, возможно, некоторые помнят шестиканальные телевизоры. Но мир изменился. Мир изменился с приходом смартфона. Мир изменился с приходом соцсетей в нашей жизни. И эти перемены просто невероятно изменили потоки восприятия и создания информации. У каждого из нас теперь в руках собственная газета, радио, телевидение. Более того, мы становимся создателями. Мы уже не пассивный актор. Мы не пассивно воспринимаем информацию. Мы ее создаем. Поэтому здесь нужно закрепить определение социальных сетей. Что же такое социальные сети? Это веб-сайты, компьютерные программы, которые позволяют людям общаться и обмениваться информацией в интернете с помощью компьютера и мобильного телефона. Но мы стали создателями информации. Каждый из нас может что-то написать, поделиться с другими. Более того, опять же, здесь очень много тем, которые предстоит покрыть. Вообще, я преподаю в университете. На уроках педагогики нас учат тому, что более четырех концепций в течение часа давать людям не стоит, потому что будет перегружение. Но сегодня нам предстоит покрыть минимум восемь. Поэтому я очень прошу от вас терпения и внимания. Надеюсь, что мы сможем все-таки осуществить данную задачу. То есть люди стали уже не пассивными актерами, а люди создают информацию, люди создают собственный контент. Это и есть эволюция и даже революция медиа. При этом необходимо отметить некие глобальные тренды и тенденции. Ведь не все так гомогенно существуют уровни некого цифрового неравенства на планете. Давайте разберем, что же это такое. Я надеюсь, что мы после этого семинара закрепим за собой это важнейшее теоретическое понятие, это важнейшую теоретическую концепцию уровней цифрового неравенства. Много исследователей работает над этой темой. Один из ярких авторов, постоянно пишущих по теме, это Ян Ван Дайк из Нидерландов университета Венте. Что же он нам предлагает, Ян Ван Дайк? Ну, во-первых, первый уровень, первая ступень – это доступ. Есть ли у нас доступ к дорогим девайсам? Есть ли у нас доступ... Ну, здесь есть разные уровни неравенства в плане доступа. Это и возрастные, и гендерные, и социально-экономические. Не каждый может позволить себе телефон за тысячу долларов. Не каждый может позволить... Даже если вы купили некий телефон, есть ли у вас доступ к электричеству. То есть, на данном фотографии изображена наша планета в ночи, и видно, где города освещены больше, где города освещены меньше. К сожалению, глобальное цифровое неравенство. Ну, для примера возьмем такие страны, как Япония и Демократическая Республика Конго. В Японии покрытие интернетом примерно 98% населения, в Конго 2-4 цифра колеблется. Но, естественно, реалии повседневного пользования интернетом в этих двух странах отличаются радикально. И люди живут на этой планете одновременно, но в совершенно разных единых условиях. Также не у всех есть доступ к интернету, к Wi-Fi или любого рода к мобильному интернету. Есть ли у вас возможность оплатить его? Есть ли у вас возможность купить так много интернета, что вы можете вести трудовую деятельность или получать образование в интернете? Это большой вопрос. Опять же, один из последних примеров, который выявила пандемия COVID-19, это переход в онлайн-образование во всем мире. И Узбекистан, и другие страны Центральной Азии не были исключением этому. Вот учительница, ей приходится вести уроки на крыше для того, чтобы у нее лучше ловил интернет. Учителя сидят на крышах, ученики, студенты сидят на крышах и ловят интернет. И это в тех случаях, когда у людей есть девайс, есть компьютер или телефон, когда у людей есть электричество, и какой-никакой, но интернет все-таки есть. Некоторые лишены и этого. И, естественно, переход в онлайн-образование для них не случился. В данном случае стоит отметить уязвимость неких сфер. Ну, естественно, это сфера образования, медицины, банки, госорганы. Их уязвимость проявилась и стала еще более очевидной в момент кризиса, в момент глобального кризиса. Но я не хочу, чтобы мы зацикливались только на пандемии COVID-19, мы будем о ней говорить, но эти цифровые неравенства существовали и без того. Второй уровень цифрового неравенства — это навыки. То есть, в первом у нас был доступ, доступ к девайсам, доступ к электричеству, доступ к интернету. Допустим, у нас все есть. Но есть ли у нас навыки? Получив доступ, что мы можем делать с этим доступом? Просто сидеть в социальных сетях, выкладывать фотографии в Инстаграм, может быть смотреть смешные видео на Ютубе, ничего страшного в этом нет. Но можем ли мы получать образование? Можем ли мы вести трудовую деятельность из дома? Каковы наши навыки? И распространяются ли они на что-то более существенное, чем, опять же, пассивное восприятие информации? Чтобы социальные сети не были радио, а чтобы они выполняли как раз-таки свою функцию. Ну и, конечно же, цифровые медиа не ограничены социальными сетями. Есть огромное количество цифровых инструментов, которые просто необходимо осваивать для того, чтобы функционировать в современном мире. Все это мы должны осмыслить и внедрять в наших странах. Это касается и системы образования, чему мы учим наших детей, с какого возраста мы начинаем обучать их медийной грамотности и как все это происходит. Я надеюсь, что мы все это обсудим сегодня. Важный вопрос – это, конечно, интернет-банкинг. Опять же, уходя от использования наличных денег из-за того, что по ним может передаваться вирус, многие страны ощутили на себе то, насколько они уязвимы в плане интернет-банкинга. И Узбекистан там не исключение. Интересный пример из Узбекистана. Те, кто там жили или бывали, поймут. Для некоторых, может, это будет шоком, но это интереснейший факт. Когда вы приходите в магазин в Узбекистане и совершаете покупки, вы отдаете свою карточку продавцу. Продавец спрашивает ваш пин-код. И вы произносите свой пин-код на весь магазин. Говорите там 11-11. Можно даже с другого конца магазина спросить у продавца, сколько денег у вас на карточке осталось. Вот такой потрясающий уровень доверия. Уровень доверия, конечно, похвален. И в этом есть тоже свои плюсы. Но это колоссальная опасность. И чем больше мы осваиваем цифровые инструменты, тем больше опасности, к сожалению, приходит вместе с ними. И нужно, необходимо менять наши подходы. Третья ступень касается капитала и возможностей. Опять же, у вас есть доступ к девайсам, к электричеству и к интернету. У вас даже есть некоторые навыки. Вы освоили цифровые инструменты и умеете весьма успешно ими пользоваться. Наверное, это касается всех нас сегодня в этом вебинаре. У нас у всех есть некий девайс, с которого мы здесь сейчас присутствуем. И все-таки мы смогли какими-то манипуляциями, вводом пароля, сквачиванием программы Zoom свои навыки использовать. Но каков же капитал и каковы наши возможности до сих пор в этой третьей ступени? Можем ли мы с вами сейчас создать социальную сеть, которая посоревновалась бы с Facebook или ВКонтакте или с Одноклассниками? Можем ли мы с вами создать поисковик как альтернативу Google или Яндексу? Наверное, мы уже, к сожалению, упустили свою возможность финансовую и временную в том числе. Но эти соревнования в третьей ступени, они происходят и между корпорациями. То есть сможет ли некая корпорация сейчас стать такой же или более популярной, чем Википедия? Или Википедия обрела некую позицию монополий? Википедия известна тем, что каждый и любой может создать контент Википедии. Но если задуматься о том, какой процент людей, пользователей Википедии на самом деле создает контент, этот процент весьма невелик. Он на пике-то был около трех, по-моему. И он постоянно уменьшается, потому что на смену людям приходят боты. На смену людям приходит искусственный интеллект. Может быть, вы замечали иногда еще событие обсуждается в новостях, произошло оно или нет, и уже страница в Википедии обновляется. Потому что этим занимается искусственный интеллект. На основе всех обсуждаемых в интернете тем создаются или обновляются существующие странички. Что еще интересно по Википедии? Опять же, как педагог, я часто говорю своим студентам, не смейте использовать Википедию как источник. Это сразу о вас что-то скажет, как о плохом исследователе. Но мы должны все сами себе признаться, что на самом деле это очень удобный источник быстрой информации. Иногда нам нужны просто даты. Мы заходим, быстренько посмотрели. Википедия всплывает одна из первых в поисковиках. И уже мы удовлетворены данной информацией. Она как бы достаточно хороша. Может не идеально, но пойдет. И здесь опять же интересный фактор. Потому что Википедия такой удобный источник информации. И из-за того, что он всплывает одним из первых как источник, нужно задуматься о Википедии как источнике политической, исторической информации. Уже проходит множество интересных исследований о отличии страниц Википедии на разных языках на одни и те же темы. Особенно такие щепетильные политические темы. Очень интересно. Посмотрите, если владеете более чем одним языком, поиграйте. Интересная игра. Ну или почитайте исследования на эту тему. То есть мы покрыли сейчас теорию цифрового неравенства. Обсудили три ступени цифрового неравенства. И замечаем, наверное, что все больше предметов становятся умными. Не только наши телефоны умные, но нам все время предлагают умные очки, умные часы, умные холодильники. Для некоторых даже умные матрасы. Очень удобно. Матрас следит за тем, как вы спали. Дает какие-то советы на утро. Данный феномен называется интернет вещей. The Internet of Things. Или интернетизация предметов. На эту тему много пишет и говорит бывший финский хакер, а ныне советник компании F-Secure, Мико Хиппенен. Мико Хиппенен утверждает, что на сегодняшний день чипирование, подключение предметов к интернету стало настолько дешевым, что производители любых вещей, скажем, кофеварок, кофемолок, стремятся подключить свой продукт к интернету для того, чтобы считывать информацию. Потому что информация становится новым продуктом в рыночных отношениях. У кого есть информация, у того есть деньги. Информацию даже называют новой нефтью, современной нефтью. Есть закон, который называется закон Хиппенена. Если предмет умный, то он уязвимый. Конечно, нам всем удобно пользоваться смарт-девайсами, смотреть, как часто мы куда-то ходим, сколько сегодня мы сделали шагов. Но если предмет подключен к интернету, скорее всего, он уязвим. Уязвим с разных точек зрения. Во-первых, за вами можно следить, можно подключиться к вашему микрофону, к вашей камере, можно украсть деньги с вашей карточки, можно расплачиваться вашими часами и так далее. Но если задуматься об удобствах и сопоставить их реальным угрозам, ну вот, например, возьмем умный дом. Очень удобно. Проснулись. Голосовым сообщением можно закрыть гараж или открыть окна, включить духовку. Естественно, существуют какие-то сценарии, такие дистопические, когда мы задумываемся, а, может быть, нас кто-то закроет в этом доме, включит нам газ и электричество, или там зажжет камин и взорвет нас внутри дома. Возможно, с кем-то такое и может произойти. Но Хиппенен утверждает, что все это ограничится мелким криминалом. Ну, допустим, дом можно взломать, что-то из него украсть, а если у вас умная самоуправляемая машина, то она попросту выйдет из вашего гаража и сама себя украдет. Опять же, на эту тему можно подискутировать. Очень часто, когда я выступаю в странах Центральной Азии, я слышу от участников, что, ну, это же все там, нас это не коснется. Вот цифровые неравенства. У нас и пенетрация интернета не такая большая, и свет нам все еще отключают, и, в принципе, нас все это пронесет. У нас до цифровизации еще далеко. Хорошие и плохие новости. Плохие новости в том, что нас это уже коснулось. Мы уже в этом живем. Пример с карточками из Узбекистана. Я не знаю. Здесь можно привести просто кучу разных предметов. Это и наши персональные данные, и биометрические данные граждан, и паспортизация биометрическая и так далее. Все это уже присутствует. Все это уже нас коснулось. И, наверное, где-то мы уже даже и опоздали, но есть и хорошие новости, то, что можно учиться на ошибках других. Факт того, что эта тема актуальная и важная для региона, он не голословен. 2020 год объявлен в Узбекистане годом развития науки, просвещения и цифровой экономики. Несколько пунктов посвящены развитию и цифровизации. В Кыргызстане тоже 2020 год объявлен годом развития регионов, цифровизации и поддержки детей. Очень такой обширный подход, но, тем не менее, цифровизации уделяется внимание. Цифровой Казахстан тоже несколько задач о том, чтобы решить ступени цифрового неравенства, дать людям доступ к интернету, дать людям доступ к услугам, к безопасным услугам желательно. И, конечно же, для того, чтобы обучить людей. Проблема медийной грамотности затрагивается во многих из этих документах. Так что можно поучиться на ошибках других, а не просто копировать эти ошибки. Надзор и слежка – следующая тема нашего вебинара. Конечно, цифровизация, цифровая экономика дает колоссальное количество возможностей. Но эти возможности, особенно в контексте так называемого bad governance – это недостойное правление, в контексте стран, где нет доверия между руководством стран и гражданами, а такого доверия нет во многих странах, и там, где нет доверия или понимания правил игры между корпорациями и государствами, между корпорациями и пользователями интернет-услуг. Большой угрозой является надзор и слежка. Когда мы скачиваем какую-то программу или, может быть, создаем новый профиль в социальной сети, очень часто мы торопимся и принимаем все условия, даже не прочитав. И вышеупомянутый Мико Хиппенен один раз провел такой эксперимент. В центре Хельсинки он раздавал бесплатно Wi-Fi. Ну, нужно было кликнуть туда, вы согласны с условиями пользования. А в условиях пользования он написал, что подключившись к этому Wi-Fi, вы даете согласие на то, что первенца своего вы отдадите его компании. Ну и сто процентов подключившихся к Wi-Fi в тот день были согласны с данным условием. Но можно ли судить здесь только пользователей или стоит задуматься также и о том, как нам преподносится эта информация, если у нас время читать 300 страниц, написанных мельчайшим шрифтом. Это тоже тема для обсуждения. Традиционное понятие слежки, ну, прослушивают ваш телефон, вы вызвали какой-то интерес, может быть, была в некоторых случаях доскональная массовая слежка, но часто это проявленный к вам интерес, он основан какими-то вашими действиями, за вами следят, что-то прослушивают ваш телефон, может быть, смотрят, с кем вы общались. Но надзор — это нечто большее. Слежка в соцсетях и надзор, который сейчас происходит в цифровых медиа — это более обширное понятие. Оно освещается и в популярной культуре, ну, и в фильме, книга «Сфера», хороший тому пример, или сериал «Черное зеркало». Довольно-таки дистопическое видение будущего в обоих случаях. Если раньше нам представлялось, что будущее будет более светлым, более радостным для наших потомков, для наших детей, сейчас, к сожалению, общая тенденция такова, что люди смотрят на будущее с опаской. Появился страх. Страх того, что технологии нас покорят, что, может быть, мы станем роботами, зомби. Ну, в общем, не позитивное восприятие роли технологий на жизнь, повседневную жизнь, к счастью или к сожалению. Только ленивый не использовал уже аналогию с большим братом Джорджа Орвелла, что за нами все время следят. И здесь важно выстроить грань между теориями конспирации и адекватным восприятием происходящего. Но для того, чтобы выстроить наш диалог, пока это будет монологом, но на каком-то этапе я надеюсь, что мы сможем продуктивно подискутировать, нужно понять, что такое надзор, что такое surveillance и почему это больше, чем просто слежка. Для этого нам нужно обратиться к французскому философу и мыслителю Мишеля Фуко. Мишель Фуко очень много размышлял над тем, как изменился подход наказания в современном обществе, ну, в реалии 70-х годов прошлого века. Важнейшим трудом Фуко в этом направлении является книга «Надзирать и наказывать рождение тюрьмы». Данная работа начинается с эпизода вообще публичной пытки, публичной казни. В средние века наказания и казни и пытки были публичными, потому что нужно было достичь несколько целей одновременно. Во-первых, естественно, наказать провинившегося человека, но, во-вторых, воспитать, дисциплинировать зрителей. Зрители смотрят на агонию, которую переживает жертва, и задумываются, а стоит ли им идти по такому же пути, или их ждет такая же судьба. То есть идет некий воспитательный процесс толпы. Мишель Фуко выстроил свою аналогию на идеях Джеремая Бентома, это британский архитектор, английский архитектор, который пытался разработать идеальную тюрьму, идеальную тюрьму под названием «Паноптику». Что же в ней такого особенного? Идея была в том, что тюрьма выстроена как сфера, и каждая тюремная камера обращена в центр. В центре стоит надзиратель, и яркий свет светит в камеры заключенных. Заключенные надзирателя не видят, но надзиратель видит заключенных идеально. Заключенные, ослепленные ярким светом, не знают, в какой момент за ними следят, а в какой момент не следят. И в связи с этим, под страхом того, что они находятся под надзором, заключенные не нарушают некие правила, некий установленный регламент поведения в тюрьме из-за того, что они испытывают данный страх. И таким образом оптимизация тюрьмы в том, что необходим всего один, ну, может быть, два охранника, надзирателя, вместо того, чтобы они постоянно гуляли по коридорам. Некоторые тюрьмы даже были построены по данному сценарию, по данным чертежам. И даже здесь, в Нидерландах, есть одна тюрьма. Там, правда, она сейчас конвертирована в игровую площадку prison escape — побег из тюрьмы. Почему так важен Фуко для вопросов медийной безопасности? Потому что все больше исследователей задаются вопросом, а являются ли социальные сети, цифровые медиа, цифровые инструменты средой для нового паноптикума? Да, мы не сидим в тюрьмах, но каждый из нас сидит в своей камере и ведет некую активность. Задумываемся ли мы о том, кто может увидеть созданную нами информацию и каковы будут последствия? Личный пример — COVID-19 и слежка. 14 марта я прилетел в Узбекистан, 15 марта у нас выявили первый случай COVID-19, 16 марта страна объявила карантин и закрыла границы. Так как я прилетел из-за рубежа повидаться с родителями к нам на ворота была приклеена наклеечка «Карантин», которая сообщала о том, что покидать данное жилище и ходить в него было запрещено. Ну, в принципе, я как ответственный гражданин и так собирался 14 дней посидеть дома. Подвергать опасности родителей тоже не хотелось. Но три дня спустя в ретроспективе под дверью появился надзиратель, под дверью появился представитель нацгвардии Узбекистана, который следил за тем, чтобы люди не заходили и не выходили из данного жилища. И я почувствовал себя, как будто я живу в тюрьме по ноптикум, но я единственный заключённый. Естественно, это такой аналоговый вариант слежки. В некоторых других странах эта слежка проводилась при помощи телефона и до сих пор ведётся при помощи телефона. Где вы были, с кем вы контактировали, выходите вы за пределы своего дома или нет. Также часто дискурс того, что вот Марк Цукерберг следит за нами, что-то вот он от нас хочет, но в этом есть доля правды. А доля правды заключается в том, что информация — это капитал, информация — это деньги. И тому количеству информации, которым владеет корпорация Facebook, исследователи мировые могут только позавидовать. Если бы у нас был доступ к такого рода и к такому количеству информации, то научные статьи можно было бы публиковать каждую минуту, наверное. То, что нам достаётся — это какие-то осколки, а то, что есть в реалии — это покупается за деньги. Нет такого понятия, как бесплатный ланч, говорят на Западе. Здесь я поспорю, потому что в Центральной Азии мы друг друга кормить любим. Но понятие того, что нет бесплатных услуг — с этим я согласен. Потому что мы все пользуемся Facebook бесплатно, многие пользуются программой Zoom, в которой мы сейчас с вами ведём конференцию бесплатно. Но бесплатная ли она? И каким образом компания может заработать деньги, если услуга, которую вы пользуетесь, бесплатная? Нужно об этом задумываться и всё это осмыслить. Следит ли за нами только корпорация или, может быть, за нами следят наши соседи, друзья, знакомые, а порой и незнакомые люди? Иногда мы не замечаем, сколько информации о себе мы выкладываем в интернет, а потом удивляемся, когда к нам подходят. Такой даже был эксперимент в Лос-Анджелесе. Мужчина решил провести эксперимент, просто зафрендил людей в Facebook, собрал про них личную информацию и приходил к ним домой. Стучался в дверь и говорил, «Привет, ну, допустим, Джон, как дела? Как твой сын? Всё ли у него хорошо? Закончил ли он уже такой-то университет?» И люди были в шоке. Что за пришёл такой сталкер? Что за крип? Почему он знает о нас всё? Но дело в том, что вся эта информация выложена нами в интернет собственноручно. нас также всё время призывают быть бдительными. Это фотография из метро Ташкента. С 99-го года висят подобные лозунги в метро, но они висят по всему миру на самом деле. Нас всё время в общественном транспорте призывают быть бдительными. Бдительность – это требование времени. Мы должны следить друг за другом, наблюдать какую-то активность и докладывать о ней. То есть мы тоже превращаемся в часть паноптикума, мы становимся своего рода надзирателями. Яркий пример, иногда это срабатывает позитивно. Естественно, вопросы безопасности никто не отменял, но часто всплывают проблемы предвзятости. Яркий тому пример – это последствия взрывов бостонского марафона, когда ФБР решила привлечь граждан в расследование и попросили граждан поделиться фото, видео, наблюдениями. Может быть, они видели что-то подозрительное или подозрительных людей в толпе. Пожалуйста, расскажите нам об этом. Было предложено людям. Конечно же, каждый хочет быть своего рода Шерлоком Холмсом. Люди подключились с энтузиазмом, но это привело к тому, что заподозрили, к сожалению, этнических меньшинств. Большой резонанс вызвал случаи, когда заподозрили студента из Индии. И, к сожалению, много некрасивых фактов, много некрасивых предвзятостей всплыло. И пришлось остановить вовлечение граждан в данное расследование. Да, подобного рода примеры случались и в России. После взрыва в метро в Санкт-Петербурге первым, кого заподозрили, был Ильяс Никитин. Люди посмотрели на видео, снятое камерами наблюдения. Ну, человек с бородой в тюбетейке. Они его и заподозрили. Предвзятое отношение к людям. Ильяс Никитин, бывший спецназовец, увидел себя по телевидению и, собственно, ручно пришел в полицию. Обвинения с него были сняты, было доказывано, что никаких терактов он не совершал. Но проблема в том, что людям он запомнился как террорист. И после этого ему было очень сложно пользоваться общественным транспортом, летать в самолетах. Из самолетов его выгоняли не представители спецслужб, а сами граждане, заявляя, что с террористом они лететь никуда не собираются. К сожалению, обвинить человека очень легко, мгновенно можно уничтожить чью-то репутацию, восстановить ее очень и очень сложно, а иногда и невозможно. Подобного рода случай был и с кыргызстанцем, которого заподозрили во взрывах почему-то. Решили, что он похож на преступника. Остановили в стамбульском аэропорту и каким-то образом, несмотря на то, что было доказано, что в день взрыва его не было физически в Турции, фотография его паспорта быстро разлетелась по интернету и пока он летел домой обратно в Бишкек, в Стамбул-Бишкек, уже поднялись люди и уже мы наблюдали то, что против него поднялись и сограждане и все, кому не лень. И снять эти обвинения было очень и очень сложно. Что еще происходит в интернете? Иногда мы не знаем, за какую активность мы можем попасть под надзор других граждан или под надзор спецслужб. Вот в России даже есть инструкции о том, как не попасть под статью за репосты и лайки. К сожалению, за последние несколько лет в России выросло количество обвинений, арестов и реальных сроков, которые люди получают за свою активность в интернете. Это касается и Центральной Азии. Яркий пример из России. Депутат Милонов однажды наделал футболку, на которой было написано «Православие или смерть». Данный посыл, данное послание было интерпретировано как экстремистское, но не против депутата Милонова, а против активиста Семенова, который поделился фотографией Милонова в футболке у себя в Фейсбуке. И, к сожалению, правоохранительные органы пришли за Семеновым, а не за автором, не за Милоновым. Семенов даже повторно был привлечен к ответственности, когда сделал репост по результатам суда. То есть абсурдность ситуации была удвоена. Тоже очень интересный кейс. Обязательно посмотрите и почитайте, если у вас будет время. Мы наблюдаем то, что у людей есть иммунитет, а у кого-то, наоборот, уязвимость в плане того, что их могут привлечь к ответственности за действие, за некое самовыражение в социальных сетях или в цифровой среде. В подобного рода случаи колоссальное количество выходит результатов, если забить в поисковиках по новостям. И в Центральной Азии это неизбежно. В Казахстане, в Кыргызстане и в Таджикистане тоже сажают за репосты. Конечно, мы можем сказать, ну понятно, нужно контролировать эту сферу. Иногда люди там оскорбляют друг друга, иногда люди просто угрожают друг другу в интернете. Естественно, но, к сожалению, часто под раздачу попадают уже уязвимые люди. Мы поговорим на эту тему. Журналисты, активисты, женщины, этнические меньшинства, сексуальные меньшинства и так далее. Ну вот, бешкекский преподаватель ему грозило до семи лет лишения свободы за комментарии в Фейсбуке. Вот он так отозвался нелестно о советской архитектуре. И это было интерпретировано в соответствующем русле. Жителю Таджикистана тоже приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы за оскорбление лидера нации в одноклассниках. И, к сожалению, мы видим, если возвращаться к идее того, что у нас есть возможность что-то изменить, а не просто копировать ошибки других, мы видим, что часто мы копируем, к сожалению, в Центральной Азии законодательства, законопроекты, предлагаемые в России за неоскорбление власти. К сожалению, это ведет к цензуре общественного мнения, к цензуре возможности вообще как-то дать оценку происходящему в стране. Ну и парадокс в том, что, несмотря на то, что Фуко заявлял, что мы отошли от публичной казни, от публичных наказаний, от публичных пыток, в каком-то роде мы к ним возвращаемся, потому что посредством таких громких наказаний, таких громких судебных процессов дается понять другим пользователям, что их поведение тоже может привести к подобного рода печальным исходам, и ведется, опять же, воспитательная работа, воспитательная деятельность. Ну и еще несколько примеров. Вот есть некая группа «Жусуи Майдан», «Я Майдан», которые ходят по митингам в России, фотографируют толпу, иногда толпа фотографирует сама себя, прогоняют людей через программы распознавания лиц, подключают лицо человека к социальным сетям и делятся в интернете. И вот говорят, что современные технологии распознавания лиц позволяют нам с точностью определить любого участника любого митинга. Возможно, за вами придут, если узнают, что вы были на этом митинге. Возможно, ничего не случится. Но тот факт, что вас фотографируют, прогоняют через подобного рода программу и высвечивают на веб-сайте, может привести к тому, что вы задумаетесь в следующий раз, пойдете вы на протест или нет. И здесь опять же ведется воспитательная работа, которая присуща именно надзору и которая отличает надзор от слежки. Многие страны мечтают выстроить что-то наподобие великого китайского фаерволла. Это система, которую Китай выстроил еще с самого начала своего пути к цифровизации. То есть, в Китае есть свои уникальные социальные сети, Синавейбо и WeChat. И, по идее, пользоваться Твиттером, Ютубом, Фейсбуком, другими западными социальными сетями в стране запрещено. В некоторое время давалась поблажка иностранцам, ну или китайцам, путешествующим часто за рубеж, бывающим за рубежом. Но усиление идет все больше и больше. К счастью или к сожалению, наверное, более к счастью, на данном этапе у многих других стран нет ни финансовой, ни технической возможности установить аналог китайского фаерволла. Это к счастью. Но, что касается сожаления, это то, что за неимением технологий и денег на создание фаерволла государства все чаще обращаются к страху как к инструменту контроля поведения и активности людей в интернет-пространстве. Еще одна важная концепция, разработанная исследователями Хагерти и Эриксоном еще в 2000-е годы, это идея того, что индивид превратился в дивида. Если задуматься о этимологии слова индивид, то это неделимое, нечто неделимое. Каждый из нас это личность, мы индивид. Хагерти и Эриксоном утверждают, что появился на свете дивид на основе работ делюза, они пришли к такому заключению. Вся наша активность, ну не знаю, мы совершаем какие-то покупки, мы идем в магазин и сканируем бонусную карточку, мы пользуемся общественным транспортом, если у нас есть карта, по которой мы входим и выходим. У меня на работе чипирован даже ключ. То есть живет некий цифровой двойник. Если вы мечтали в детстве о том, что у вас будет сестра-близнец или брат-близнец, я вас поздравляю, он у вас есть, у всех у нас есть наш цифровой двойник. То есть это конгломерат всей нашей активности онлайн и всей нашей активности с использованием цифровых инструментов, который создает некую копию нас, которая существует в цифре. Хагерти и Эриксон также утверждали, что исчезла, благодаря этому исчезла возможность исчезнуть. То есть если раньше можно было взять паспорт, сменить фамилию, улететь куда-нибудь на Багамы, сейчас вас найдут и через распознавание лиц, и через биометрические данные, через ваши отпечатки. Наши паспорта становятся чипированными. Естественно, это и вопрос безопасности, но факт исчезновения возможности исчезнуть налицо. Все это называется большими данными, которые собираются, опять же, чтобы выстроить логическую цепочку нашей сегодняшней беседы. Все больше и больше предметов подключаются к интернету. Все больше и больше предоставляемых нам услуг считывают некоторую информацию, потому что информация это новая нефть. Информация стоит денег и информацию можно коммодифицировать и продавать. Может быть, иногда вы встречались с таким, вот скачиваешь приложение, ну, например, шагомер, а он просит доступ ко всем контактам, к фотографиям, к имейлам. Почему? Почему шагомер должен запрашивать данную информацию? Корпорации начали приглашать на диалог правительства, что Европарламент США беседовал с Цукербергом о том, почему пользователи лишены реальных знаний, реального осознания правильной игры. Мы входим в цифровизацию, не понимая последствия, не всегда осознавая цену нашей деятельности. Часто это происходит весьма реактивно, да, ну там, раз и мы узнаем, что скандал Кембридж Аналитика, оказывается, Facebook собирал про нас такие и такие данные. Ну, некая реакция, Facebook извиняется, проходит полгода или год, вторая волна, опять какой-то скандал. Мы все время реагируем, заранее нас не оповещают, что, ага, оказывается, можно скачать и ту, и ту информацию о нас только посредством того, что мы пользуемся бесплатными услугами, бесплатных сервисов. Даже между корпорациями есть конфронтация. Вот Павел Дуров, основатель соцсети ВКонтакте и мессенджера Telegram, который получил просто колоссальный успех в Узбекистане и в Иране. Это самый популярный мессенджер. И, опять же, парадокс в том, в России ВКонтакте считается только платформой, которая отбилась, платформой, которая не хочет идти на сотрудничество с правительством. Но в Узбекистане Telegram был встречен на ура, также благодаря существующим барьерам цифрового неравенства, потому что Telegram не требует много мегабайт при использовании, он довольно-таки доступный, там можно создать свой канал и можно фоловить интереснейшие каналы. И правительство даже призывает представителей, там, не знаю, там, хакимов, наших мэров, открывать каналы в интернете, открывать каналы в Telegram и общаться с обществом. То есть Telegram становится реальной публичной сферой. Это интереснейший феномен. И, опять же, мы не зацикливаемся на COVID-19, но чтобы привести пару примеров, на каком-то этапе Telegram стал первоисточником информации. Я был, опять же, в Узбекистане в это время, я сам отслеживал порядка десяти различных каналов, через которые население оповещали о том, что происходит в стране. И парадокс в том, что социальная сеть вернулась к своим истокам и превратилась практически в традиционное медиа, некий аналог радио или телевидения, когда мы пассивно воспринимаем информацию. Немалым роботом играют и законы, которые регулируют распространение недостоверной информации и fake news. Конечно, они нужны, конечно, существует много опасней информации, но нужно всегда со здравым смыслом и трезвым взглядом задумываться о реальном применении данного законодательства. Направлено ли оно на реальные угрозы или оно направлено на то, чтобы, грубо говоря, заткнуть тех, кого нужно заткнуть. Простите. Общий регламент по защите данных был принят в 2018 году в мае Евросоюзом для того, чтобы как раз таки как-то отреагировать на эту анархию, которая происходит с корпорациями, с отслеживанием людей, со сбором их данных. И Евросоюз призвал корпорации к ответственности. И многие из нас, кто жил на тот момент или живет в Евросоюзе, получили уведомление о том, что мы пересмотрели нашу политику конфиденциальности. Поздравляем. Но здесь много и много вопросов остается. Из интересного. У людей появилась возможность права на забвение. То есть, вы можете попросить Google стереть вас, вбиваете ваше имя, ничего не появляется. Реальное применение данной возможности, опять же, об этом нужно задуматься. У кого оно есть и кому оно нужно. Ну, допустим, сценарий, что человек уклонялся от налогов. На него завели дело. Может быть, он публичная личность. И вдруг он требует от Google удалить всю информацию о себе. Должен Google ее предоставлять в данном случае или нет. И в планах цифрового неравенства. Да, данная возможность существует. Но могут ли граждане реально ей воспользоваться? Есть ли у них навык? Есть ли у них... И прислушаться ли к ним будет? Давайте поговорим о цифровых вигилантов. Я не знаю, стоит ли нам прерваться на вопросы. Может быть, посмотреть в чате. Нужно ли нам... Или просто уже пройти... Ну, осталось 10 минут. Давайте я закончу презентацию и потом уже более досконально поговорим. Цифровые вигиланты. Это предмет моего исследования сейчас в университете Erasmus. То есть мы с вами сейчас посмотрели на вопросы медиабезопасности с точки зрения государств, с точки зрения регулирования глобального, регионального, национального. Мы затронули вопросы корпораций, неравенства. Давайте затронем роль самих граждан, самих пользователей. В нашем проекте мы рассматриваем понятие цифровой вигилантизм как процесс, в котором граждане берут на себя обязанности полиции и принимают ответные меры против сограждан за предполагаемые нарушения границ закона и морали. При этом они используют цифровые медиа как средство наказания своих жертв. Ну, элементарный пример. Например, вы едете в троллейбусе или в автобусе и видите, как сидит молодой человек, а рядом стоит бабушка, и он ей не уступает место. Вы фотографируете, выкладываете у себя в твиттере и говорите, «Ах, какая молодежь!» Может быть, даже вы знаете этого человека и тягаете, отмечаете его в своем посте. Пока он доехал до дома или до работы, уже резонанс, люди его ненавидят, говорят, «Да ты подон, как ты посмел». «А может быть, он предложил бабушке сесть?» А она сказала, «Сынок, я выхожу на следующей остановке сиди-сиди». Мы не знаем нюансов. К сожалению, обвинение происходит мгновенно. В цифровом вигилантизме нет презумпции невиновности. Презумпция невиновности как данное и мгновенное происходит. Иногда, ну это такой банальный пример, конечно, с уступанием места. К сожалению, часто все намного более серьезно. Интересный пример. Девочка-гражданка Китая выступала в Мэриленде в своем выпускном из университета. Казалось бы, один из самых счастливых дней в ее жизни. И, читая свою выпускную речь, она сказала, что «Я прекрасно помню тот день, когда я приземлилась в Мэрилен и вдохнула этот чистый воздух свободы. А воздух в Китае настолько грязный, что мне приходится надевать несколько масок». Пользователи китайского интернета не простили этой девочке и буквально в течение трех часов уничтожили ее жизнь. Подняли всю поднагодную, выложили в интернете ее частные документы и фотографии, взломав ее компьютер. Начали даже копать под ее отца. Выяснилось, что он какой-то мелкий чиновник в Китае. И начали задавать вопросы, а как это чиновник может выучить свою дочь в США. И, в общем, самый счастливый день в жизни человека превратился в самый ужасный день на планете. Иногда клиенты действуют исключительно онлайн, как в выше приведенном примере. А иногда это физический вред жертвам. Физически кого-то избить. И разного рода происходят действия. Я не буду их описывать сейчас в вебинаре. Посмотрите в интернете. Просто какие-то ужасающие действия совершить над человеком, надругаться над его честью, репутацией, снять все это на видео и выложить в интернет. Естественно, когда вас бьют, над вами издеваются, ничего приятного в этом нет. Но когда этот процесс снимают на видео и выкладывают в интернет, происходит гарантия долговечности уничтожения вашей репутации. Посты, лайки, репосты, дислайки, комментарии других граждан. Все это имеет долговечность и пагубно влияет на репутацию и на благополучие, на морально-физическое состояние жертвы. Это имеет исторический контекст, особенно на постсоветском пространстве. В истории СССР существовал такой феномен, как товарищеские суды. Советский суд – это суд народа. Граждан вовлекали активно участвовать в жизни, в морализации других сограждан. Вот на фотографии слева мы видим, стоит человек, товарищеский суд идёт, сидит аудитория, люди, которым нечего делать. Это взрослые люди и дети. И морализирует человека. Опять же мы возвращаемся к понятию публичного наказания. И такой вот скриншот из кинофильма «Бриллиантовая рука» вешает объявление, то, что товарищеский суд над гражданином состоится вечером, как некий феномен развлечения. Люди развлекаются. Опять же, что вот так не надо. Но это и развлекательный, к сожалению, характер в интернете. И в интернете в том числе. Несколько примеров из Центральной Азии. Вот был случай. Опять же, это просто некие выжилки, выриски. К сожалению, таких примеров становится всё больше. Гражданка Казахстана разместила фотографии, в которых прикрывает грудь национальными украшениями, и сеть просто взорвалась. Опять же, мы видим некий товарищеский суд, по сценарию Советского Союза, где сидят люди, начинают вовлекаться в это, разделились люди на два лагеря, кто-то за, кто-то против, но человека начинают морализировать, человеку начинают угрожать, кто пишет угрозы или привлекается к ответственности жертва. К сожалению, очень часто под раздачу попадают уже уязвимые группы. Люди, которые уязвимы оффлайн, в десятикратном, наверное, положении уязвимы онлайн. Вот репортаж из «Медузы», то, что отслеживают соцсети студентов, говорят, ну вот, вы подписаны на каналы в соцсетях ЛГБТ, и за это мы вас хотим отчислить. Такого рода ужасные случаи происходят. Кто уязвим? Уязвимы активисты, журналисты, оппозиционеры. Парадоксально уязвимы и атеисты, и верующие. За выражение точки зрения и той, и иной можно попасть под раздачу. Либералы как группа, секс-меньшинство, женщины и мигранты. У меня остается мало времени, но я очень хочу пробежаться по теме уязвимости мигрантов. Это не единственное, это лишь одна из групп, которая подвержена уязвимости. Я думаю, что если в нашей аудитории сегодня есть исследователи, гражданские активисты, журналисты, вы тоже являетесь, к сожалению, уязвимой группой. А если вы активист, оппозиционер и женщина, к сожалению, вы втройне уязвимы. Часто в последнее время наблюдается картинка, когда идет поток мигрантов, что у них есть с собой телефоны, потому что телефон стал неотъемлемой частью и факта миграции, и факта интеграции. У нас в кармане одновременно существует несколько просто волшебных услуг. Это и переводчик, если нужно поговорить с проводником, с местным жителем или с пограничником. Это и GPS-навигатор, который поможет вам добраться. Это и возможность хранения всех ключевых ломов. Если вы беженец, вы потеряли все, разрушен ваш дом, но, может быть, у вас в облаке сохранилась информация, которая может просто быть жизненно важной. Так что телефон — это неотъемлемая часть путешествия и интеграции мигрантов. На эту тему пишут и Аманда Олинкар, и Милиса Уолл. Очень много исследований проводится, в том числе в Нидерландах. К сожалению, мигранты становятся и целью. То есть информацию о их передвижении можно найти при помощи отслеживания, при помощи слежки и при помощи надзора. Но также они попадают под раздачу вигелантов. Это всего лишь несколько примеров групп вигелантских формирований в России, которые, например, охотятся на мигрантов из Центральной Азии в том числе. Эти группы постоянно появляются и исчезают. Они не статичны. Они все время находятся в процессе формирования, переформирования, создания и воздания. Но есть угроза и, к сожалению, среди мигрантов самих. Яркий пример тому — это кыргызские патриоты, так называемые патриоты Кыргызстана, которые охотятся на гражданах Кыргызстана в России, если видят, как те находятся в кафе с таджиком или узбеком, опять же, похищают этих женщин, похищают свою жертву, издеваются над ней, снимают процесс на видео, заставляют видеоролики рассказать о себе, свое настоящее имя, свои данные, места жительства в стране. И таким образом наказывают и душу, и тело, образно говоря, выражаясь в терминологии «Фуко». При этом, к сожалению, поддержки дома на домашнем фронте тоже мало. Последний 8 марта было просто трагичным, когда вышли люди на демонстрацию, чтобы отстаивать права женщин. И их же избили, и их же задержала полиция, а не вигилантов. И подобного рода случаи, конечно, вызывают просто шок. Что они нам говорят с точки зрения исследования цифрового неравенства в том числе? То, что есть неравенство и наслоение уязвимости. Если у вас есть власть, может, вы попросите удалить видео и подать на забвение. Но если этой власти у вас нет, и более того, вы являетесь представителем вышеперечисленных групп, то слои уязвимости, к сожалению, тоже нарастают. Если вы женщина-мигрант, а еще и активистка, к сожалению, вы находитесь в весьма уязвимом положении. Когда я делал данные исследования, я осознанно не встретился с жертвами, женщинами, которых избивали так называемые патриоты, потому что именно за данного рода встречи их и избивали. Дабы не нанести им лишнего вреда, я встретился с журналистами, которые покрывали эту тему. И вот что мне поведали журналисты. То есть даже став жертвой вигилантов цифровых или аналоговых, разницы нет, жертва не может обратиться в полицию, потому что многие иммигранты не имеют документов, имеют нелегальную регистрацию. Но кроме этого добиться справедливости очень и очень сложно. Это видео не загрузится, я специально его здесь опубликовал, чтобы поднять вопрос того, что мы всегда должны задаваться вопросом, а как же нам не навредить кому-то. Часто новостные репортажи, которые покрывали тему вигилантов, показывали и лицо, и использовали настоящие имена жертв. К сожалению, подобным образом принося еще больший урон. Может быть, в родной деревне никто не видел YouTube-видео издевательства над своей дочкой, соседкой, сестрой, неважно. Но когда данная история попала в СМИ, то они ее уже увидели. И жертве становится еще хуже. И данный вопрос я задавал журналистам. И они говорят, да, с одной стороны, вы правы, вы можете рассматривать это как увековечение возмездия, но все, что мы хотели добиться, это поддержать инициативу. И с этим я согласен. Да, нужно ввести дискурс. Дискурс — это сила, опять же, фуко. Но вести это нужно осознанно и грамотно, пытаясь не навредить жертве с использованием псевдонимов. Может быть, заменяя реальные картинки на рисунки. И опять же, были случаи, когда женщины не хотели обращаться в полицию или не хотели, чтобы о них писали, чтобы их история освещалась, потому что у них уже есть дети, и они не хотят, чтобы дети видели этот материал. Я разговаривал с правозащитниками во время своего исследования, с людьми, которые вели юридические дела по подобного рода случаям. К сожалению, жертвам тяжело и в маленьких городах, когда вы знаете своего обидчика лично, потому что, подав заявление в полицию, есть большая вероятность того, что обидчик найдет вас и накажет еще сильнее. Реакция дома, опять же, была, к сожалению, в контексте Кыргызстана. 51% женщин и 55% мужчин поддержали деятельность патриотов. Просто шокирующая статистика от фонда в области народного населения Организации Объединенных Наций и UNFPA. Что делать? Государства, корпорации, граждане, СМИ и юристы. Мы наметили этих акторов, которые вовлечены в процессе медийных опасностей, безопасностей и каких-то медийных взаимоотношений. Что мы можем сделать? Вопрос извечный. Я надеюсь, опять же, что в дискуссии пойдут советы и реакции от участников данного вебинара. Ну, во-первых, любые перемены начинаются с себя. Как вы реагируете на посты вегелантов? И что вы делаете? Репостите ли вы быстро? Или вы задумываетесь, а реальное ли это обвинение? А правдивое ли это обвинение? И стоит ли мне шерить и постить это? Или, может быть, вы не согласны, вы хотите защитить жертву вегелантов? Используете ли вы их реальное имя? И тем самым, может быть, делать их жизнь еще сложнее? Спешите ли вы поделиться обвинительными постами с друзьями? Скажите, вот посмотри-ка, мы не знали, а этот человек оказывается педофил. Часто педофили используются, к сожалению, как такой триггер в обвинениях, потому что он универсальный. Давя на сентименты, можно вызвать резонанс общественный. Что вы постите в социальных сетях? Может ли на каком-то этапе вам постучаться некий незнакомец в двери и спросить, а как ваши дети проживают? А как ваша собачка, ваши родители, проживающие по такому-то адресу? Насколько вы защищаете себя, своих близких и друзей в социальных сетях? Как часто вы выкладываете очень личные фотографии? Например, фотографии своих детей или ваши родственники. Как часто они выкладывают ваши фото или фото ваших детей? В Нидерландах пару недель назад был случай, когда женщина засудила свою маму за то, что она, ее мать, как бабушка, выкладывала фотографии внука без разрешения в социальных сетях. И женщина выиграла кейс. Бабушке запрещено делиться без спроса фотографиями внуков, без разрешения родителей. Как вы храните важные документы и данные? Когда я провожу интервью, я стараюсь сразу отправить файл в цифровое хранилище, потому что я могу потерять телефон или другой девайс, у меня его могут украсть, и я могу подвергнуть опасности, к сожалению, своих информаторов. Поэтому мы должны выработать хорошие привычки. Хорошие привычки того, как мы пользуемся данными нам бесплатно, цифровыми технологиями, цифровыми инструментами. Мы можем направить их в такое русло, чтобы они работали на нас, в плане освещения себя в интернете, выстраивания своего цифрового я. Попробуйте прогуглить себя, посмотрите, как поживает ваш цифровой двойник, как он вообще себя чувствует и какая информация о вас существует в интернете. При подаче на работу или в учебное заведение шансы таковы, что вас все равно пробьют отдел кадров или потенциальный работодатель. Интересный момент. Но это работает и с обратной логикой. То есть то, как вы пытаетесь обезопасить себя и своих близких дома, может быть, вы задумывались об этом и у вас есть какие-то рекомендации или практики, которых вы придерживаетесь. Внедрите их и в работу тоже. Не делайте такого деления работы дома. Все чаще, а сейчас, как никогда, эта грань размытая, ее не существует. И мы должны более осознанно быть пользователями. Грань между самоцензурой и глупостью. Но, конечно, не нужно жить в страхе. Я ненавижу страх, я не люблю, когда мы боимся и когда думаю, вот, я теперь буду молчать, потому что за мной могут прийти, за мой лайк или репост. Но нужно минимизировать риски. Нужно понимать, что, да, бояться не стоит, но есть реалии страны, в которой вы проживаете таковы, что все, что вы постите, может и будет использовано против вас, то данные риски стоит минимизировать. И если вы, особенно это касается других людей, не стоит подвергать их опасности, да, прежде чем выложить историю про кого-то, отметить их в публикации, задумайтесь о том, каковы могут быть последствия для них. Ну, многие годы мы делали это совершенно неосознанно. Любой митинг, мы фотографируем себя, выкладываем, любое собрание, спрашивайте разрешение, прежде чем чье-то фото вы разместите онлайн. Пожалуйста, спрашивайте разрешение. Вебинар подходит к концу, его монологовая часть, и я хочу вернуться к целям для того, чтобы мы вспомнили, что мы сегодня обсуждали, какие цели мы ставили перед собой и достигли ли мы их. Участники должны были ознакомиться с каноническими понятиями и ключевой терминологией и трендами в сфере медиабезопасности. Я надеюсь, что мы достигли этой цели. Я надеюсь, что вы получили более углубленное понимание роли государственных, корпоративных и частных акторов в медиабезопасности. Я надеюсь, что вы получили некоторые навыки. Конечно, я не могу вам дать рецепт, по которому вот если вы будете делать так, то вы в безопасности. К сожалению, 100% безопасность гарантировать не может никто. Но цель такова, чтобы мы минимализировали, свести на минимум нужно угрозы для себя и особенно для других. Это, конечно, касается и реалий того, в какой сфере деятельности вы оперируете. Например, был интересный случай. Одна компания выполняла секретное задание, и ее сотрудникам было строго-настрого наказано не разглашать детали. Проект закончился, каждый из этих сотрудников искал работу, и у себя в профайлах LinkedIn написали о своих навыках и о том, чем они занимались раньше. По профилю этих сотрудников можно было выстроить полностью информацию о том, чем занимался этот проект, и проект перестал быть довольно-таки секретным. Так что нужно всегда задумываться о том, что вы о себе делите в интернете. Так, у меня все. Спасибо вам большое за внимание. Недавно я буквально открыл новый сайт для себя, plavism.com. Там вся информация о моей академической и не только академической деятельности. На данный момент сайт только на английском языке. Русская версия добавлена в ближайшем будущем, я надеюсь. Пожалуйста, заходите, коннектись, присылайте свои контакты. Давайте будем вместе работать над этой темой. Потому что, на самом деле, тема обширная, и здесь непаханное поле, в которое должны вовлекаться просто разного рода специалисты и юристы, и законотворцы, и граждане, и пользователи, и сами корпорации. Нужно вести диалог и нужно коллективно обеспечивать цифровую медийную безопасность. У нас в регионе, в каждой данной стране и глобально. Вот есть вопрос в линии фейсбука касательно банковских карточек. Пользователь Фархота Минденов пишет, что это связано с незнанием, с доверием населения, поэтому они за банковские карточки, в общем, отдают протоставцы, то есть уровень незнания или за доверие. Вот такое мнение, вопрос. Ну, я так думаю, это больше мнение выразилось конкретно в этой части. Да. Вот у меня есть вопрос. Не обеспечивали ли редакциям медийным иметь какую-то редакционную политику касательно вот темы, ощущения таких тем? Это вот практикуется ли где-то, не знаю, в мировых изданиях или же, ну, пока нет такого? Да. Первый вопрос по карточкам. Здесь несколько важнейших факторов играют значения. Во-первых, это привычки, это общественные привычки, это понятие приватности или это отношение к вопросам приватности в обществе. Наше общество в Центральной Азии коллективный. Мы привыкли к тому, что есть некий уровень доверия. Если ты дашь карточку продавцу и скажешь, я сам введу кин-код, продавец может даже обидеться, он скажет, нужны мне, сдались мне твои деньги, что я буду их воровать. Это привычки, это... И с одной стороны, это хорошо, да, что есть такие взаимоотношения между людьми доверительные, там, мы не закрываем двери в домах, квартирах, машинах. Но мир меняется, и меняются количество и качество угроз. И нужно менять свой подход, нужно менять осознание. Также в Узбекистане до недавнего времени, к сожалению, обналичить деньги со своей карточки было практически невозможно. Поэтому, да, угрозы были, но, может быть, не так оптимизированы. Сейчас и количество, и разнообразие карточек меняется, и рыночные отношения меняются, можно вести все больше и больше активности с использованием карточек. Но подход людей не меняется. И нужно, чтобы подход к безопасности желательно был на шаг вперед, а не на три шага назад. По поводу редактуры, да, нужно, просто обязаны подавать материал в таком русле, чтобы не навредить жертве, чтобы не сделать жизнь жертве еще более невыносимой. Что происходит зачастую, когда человек становится жертвой вегелантов, цифровых вегелантов? Он хочет спрятаться, стереть себя, уйти. Удаляется со всех социальных сетей, там, просит Google стереть, чтобы этого не находилось, чтобы этого не всплывало. Ведь, смотрите, если вы, допустим, Ильяс Никитин или Ахьо Машрафов, и вы попали под раздачу, да, вас обвинили в терроризме, первое, что у вас всплывает, это данная информация, как вы будете искать работу, что о вас подумают потенциальные работодатели. Это очень сложно, это клеймо остается надолго и практически навсегда. Поэтому, да, необходимо защиту жертв ставить на первый план. Например, в некоторых странах, в том числе в Нидерландах, до судебного разбирательства и вынесения приговора оперируют только инициалы неграждан, не говоря, вот этот человек, он обвиняется, потому что еще неизвестно, к чему это приведет и каков будет исход. Так что данная практика необходима. Есть еще один вопрос, тут от Айданы. Какова возможность создания законопроекта по защите персональных данных? Персональные данные все больше с нас будут собираться и, конечно, возможность создания законопроекта по персональным данным, возможность есть. Написать можно любой закон, здесь нужно больше задуматься о вопросе имплементации и о том, каким образом реально защита будет нам гарантирована, кто будет ответственен за защиту персональных прав, на каких серверах персональные данные будут храниться и кого мы привлечем в качестве партнеров здесь. Ведь есть разные подходы. Мы сегодня в нашем вебинаре затронули подходы Китая, России, Евросоюза. У Евросоюза есть стратегия на Центральную Азию. Сотрудничество выходит на более понятный уровень, можно сказать, потому что привлекаются эксперты и дается возможность голосам в Центральной Азии самим озвучить то, что им нужно и где Евросоюз мог бы помочь. Евросоюз в этом плане является интересным партнером, потому что все-таки с регламентом, с GDPR и с некими ценностями он может быть уникальным партнером для нас в плане выстраивания адекватного законодательства, в плане имплементации и технического оснащения для того, чтобы мы смогли все-таки воплотить написанное на бумаге. И всегда будут риски, вы должны осознавать риски. Если с вас собрали данные, они могут быть на что-то использованы разными игроками, и корпорацией, и правительством, и правительством других стран. И также нужно понимать, что здесь тоже нет статичности. Мы не можем написать закон и сказать, вот, замечательно, у нас есть закон, мы теперь 10-20 лет можем жить. Технологии меняются постоянно, и закон должен тоже меняться, но обсуждаться с привлечением различных акторов. Ну, опять же, один из примеров, который мы обсуждаем в университете, здесь в Роттердаме со студентами, это когда мы задумываемся о сценариях на будущее, ну, когда появятся роботы и киборги, нужно ли нам адаптировать законодательство, чтобы у них были какие-то права, а какое количество информации смогут они считывать с нас, понимаете? И да, может быть, это звучит как слишком далеко забегая вперед, но на самом деле нет. Задумываться нужно всегда заранее, законодательство, да, мы можем создать, у нас есть все на это шансы, нужно задумываться о том, кто является нашим партнером в написании законов. Внешне, внутри стран нужно привлекать разные слои экспертов и акторов, игроков, заинтересованных лиц, и нужно понимать, что в данном случае нам нужно адаптироваться по требованию времени как раз таки. Спасибо большое. Уважаемые участники, если есть еще вопросы, вы можете писать в чат, пока у меня возник такой вопрос. Есть ли какие-то практики, когда государство применяло меры по отношению к таким дегилантам? Вот, допустим, с Кыргызстаном мы, например, до сих пор подписываем петиции касательно 8 марта, чтобы были приняты какие-то меры. А есть ли какие-то примеры, когда государство действительно отреагировало по отношению к таким дегилантам? Да, очень хороший вопрос. Смотрите, несколько вещей опять же. Для того, чтобы завести уголовное дело, должно быть заявление. К сожалению, многие жертвы не будут писать заявление, потому что у них есть множество на то причин. Они боятся прессинга полиции, они боятся повторно стать жертвой. То есть очень и очень много страха. Но, если даже вы написали заявление и полиция приняла его у вас, к сожалению, шансы того, что найдут обидчиков, невелики. А даже если обидчиков поймают, законов как раз таки и нет. За что их привлекают? За хулиганство. Ну, пример из России был такой. Ну, он до сих пор есть. Персонаж Максим Марцинкевич Чесак. Вот он вылавливал и обвинял людей в педофилии. Часто это были сексуальные меньшинства, подростки. Издевался над ними, снимал на видео, выкладывал в свой интернет. И не за что было поймать, потому что расценивали данную деятельность как хулиганизм. Выписывали штраф рублей на 500, 2-3 доллара. А жертве от этого, если жертва пережила опять круги ада, подав заявление в полицию и издевательство, и все это пришлось пережить. Тем более, у нас не принято оказывать психологическую помощь, к сожалению. Шансы невелики. И здесь можно вернуться и к цифровому неравенству. А понимают ли жертвы свои опции после того, как они стали жертвой вегелантов? Понимают ли они, как они могут действовать? Здесь есть огромное количество работы для правозащитников. Мы должны разрабатывать какие-то памятки. И в том числе на разных языках, на языках стран региона. И распространять их, чтобы люди были информированы о том, какие у них есть опции, какие у них могут быть... Ну, что они могут предпринять, если они стали жертвой вегелантов. Есть несколько правозащитных организаций в России. И потрясающая организация «Общественный вердикт». У них даже есть целый проект по вегелантам. Но вот нам в регионе такого не хватает. И нужно, чтобы права жертв отстаивали. К сожалению, да, это глобальные угрозы и глобальные тенденции. В разных странах... Ну, если мы остановимся на вопросе цифрового вегелантизма, он проявляется по-разному. И в разных странах есть свои подходы и легальные, и... социальные и культурные. И поэтому важно над этим задумываться. Один пример я приведу из Дании, где девочка в 2011 году стала жертвой вегелантов. Ну, ее бывший парень, по-моему, выложил ее интимное видео, чтобы ее наказать после того, как закончились их отношения. В ответ этому... Ну, естественно, она почувствовала себя просто преданной, обиженной. Люди начали постить, репостить, шерить эти фотографии. И, к сожалению, я повторюсь, часто женщины становятся жертвами, и их шанс стать жертвой просто увеличивается. И поддержки со стороны сограждан тоже очень и очень мало. Но, видите, в контексте Дании она смогла пойти в противовес своему обидчику, наняла фотографа, сделала такой потрясающий фотошут, где она сказала, это мое тело, я им горжусь, я его люблю, и фото... Если вы его видите, то наслаждайтесь им. И дала такой отпор. Но, к сожалению, культурные аспекты, некие нюансы наших реалий, наверное, не везде это сработает. Но выстраивать понимание того, понятие того, что каждый может стать жертвой, и никто не защищен, нужно и необходимо. А вот вопрос поступил с сейсбука от подхода Миндженова. С чем, вы думаете, связана негативная реакция населения на любые новшества в сфере информационных технологий? То есть, когда делишься каким-нибудь советом под учитель личных данных, там, основываясь на опыте, то реакция обычно, приехали из-за рубежа и учите нас. И вы сами, не желая того, как бы, ну, становитесь недругом. Как это все перебороть? Ну, я не знаю, здесь... Я на себе никогда не испытывал, что вот вы откуда-то приехали и нас учите. Часто говорят, ну, это же нас не касается, потому что вот у нас нет столько интернета, или у нас нет, ну, все еще там... Это у вас, может быть, задумываются о роботах, а здесь мы все еще задумываемся о интернет-банкинге или о других каких-то реалиях. Почему так случается? Ну, это реалии людей, мы не можем их в этом винить. Да, у кого-то до сих пор отключают электричество, там, по четыре раза в день. Естественно, человек будет думать, да, что ты мне тут твердишь про роботов, если у меня нет электричества? И это беда, это первая ступень цифрового неравенства. Людям нужно дать элементарно... Если мы хотим быть конкурентоспособными в реалиях современного мира, если говорить о Центральной Азии, то сейчас нужно обеспечивать людей элементарными вещами, вводить уроки медийной грамотности, обучать людей программированию не только элементарным навыкам приватности и так далее. это просто как юзергайд, это как такая памятка пользователя. Нам нужны еще более глубокие, более фундаментальные знания, чтобы мы могли вырастить поколение людей, которые смогут быть конкурентоспособными на рынке труда. Это очень обширный вопрос. А непонимание или такая реакция, уважаемый Форпот Аминджонов, происходит именно потому, что люди, к сожалению, живут в другой реалии. И факт того, что мы все живем на одной планете, мир взаимосвязан. И цифровизация неизбежна. Она идет, она приходит. И мы даже, мы ее воспринимаем же саму цифровизацию как нечто позитивное. Мы гордимся, когда мы говорим, вот у нас 30 или 40 процентов интернета, процентов населения подключены к интернету. И это замечательно. Но нужно задумываться и о нюансах. Какой это интернет? Какое качество? Есть ли у людей электричество? Могут ли они им пользоваться постоянно? Есть ли у них навыки? И являются ли они конкурентоспособными? Смогут ли они трудоустроиться? Опять же, коронавирус как никогда заставил нас задумываться над данными нюансами. Мы живем в реалии онлайн. Мы проводим конференции в реалии онлайн. Общаемся с друзьями, родными и близкими. Это уже про нас. Это про нас. Это напрямую касается нас. Дискусс поменяется, мне кажется. Ну вот, коллеги в чате дополнили, что закон о защите персональных данных есть в Казахстане. Однако, как вы подчеркнули, данный закон не рабочий и не существует какого-то ответственного органа по защите персональных данных. И сейчас этот вопрос стоит на повестке в обеих странах и логируется гражданским обществом. Вопрос вам такой. Ведите ли вы прогресс в развитии культуры и поведения в цифровом мире среди населения Центральной Азии? То, что я наблюдаю сейчас в Центральной Азии, я могу разделить в разрезе платформ. Есть некая иерархия того, как ты ведешь себя как пользователь в Одноклассниках или ВКонтакте, того, как ты ведешь себя или с кем ты общаешься в Фейсбуке или в Твиттере. То есть, разные платформы для разных аудиторий и для разного рода активности. К сожалению, не всегда люди как осторожны, что ли, или задумываются о том, что они о своей деятельности. Ну, давайте немножечко конкретизируем. Ну, например, в моей среде это часто исследователи. Как исследователями мы выходим в поле. Наше поле – это наши информанты, люди, с которыми мы встречаемся и ведем беседы. Мы торопимся тагнуть кафе, в котором мы сидим, отмечить человека или после интервью сказать, как замечательно я побеседовал с таким-то человеком на какую-то тему. Хочет ли этот человек, чтобы его тагали или нет, отмечали или нет, мы не знаем. Может быть, мы ведем правозащитную деятельность, но если зайти в нашу ленту в Фейсбуке, фотография наших детей, фотография себя в каких-то непонятных ситуациях – все это может быть использовано против вас, не забывайте об этом. И, к сожалению, культура поведения, я бы не сказал, что она драматично изменилась. К сожалению, она меняется, знаете, в каком русле? Чем больше страх используется как инструмент надзора, тем больше люди задумываются с точки зрения самоцензуры в некоторых реалиях. И вот это печально. То есть страх как самоцензура, а культура поведения в плане того, что вы, чем вы делитесь о себе, о других людях. Здесь очень много работы. Нужно просто вести колоссальное количество семинаров. Опять же, на разных уровнях. И для повседневных пользователей, и для людей, для чьей трудовой деятельности необходимо инструментализировать цифровые медиа. Это исследователи, это гражданские активисты, правозащитники, может быть, которые хотят показать, осветить свою деятельность, показать себя. Мы часто, я не знаю, опять же, какая-то благотворительная деятельность. Мы фотографируем людей. Они в уязвимом положении. И в положении подчинения нам в плане политическом. Потому что мы такие благодетели, принесли гуманитарную помощь, отдали ее людям. И теперь они как бы должны нам эту фотографию. Мы спешим их сфотографировать и выложить в интернет, чтобы осветить нашу деятельность. Но за человеком тоже остается вот это клеймо маргинальности. То, что человек уязвим, он просит о помощи. Может, они не хотят. Может быть, это бьет по их достоинству. Может быть, в будущем, когда те же дети, вот вы спросили о будущем поколении, пробьют своих родителей в интернете или себя, они увидят это. Они увидят себя голыми, может быть, если вы выкладываете фотографии голых детей на горшке. Может, они увидят своих родителей с гуманитарной помощью. Нужно поднимать эти вопросы. Часто они где-то элементарны. Когда мы слышим о них, мы думаем, а, ну да, точно, надо было подумать именно так. Но из-за того, что мы выросли с интернетом, и он пришел на каком-то этапе в нашу жизнь, и мы эволюционируем вместе с ним, иногда мы не замечаем, что платформы, поведение, может быть, где-то уходит вперед, а наша эволюция, ну, не совсем нога в ногу, и где-то мы и отстаем. Нужно, конечно, поднимать эти вопросы. А будущее поколение, я надеюсь, что это зависит от нас, от того, как мы их информируем, от того, какие условия мы им создаем, для того, чтобы они осваивали эти технологии, и каким образом они это будут делать. Но изменятся и технологии тоже. Об этом не надо забывать. Еще вот такой вопрос у меня возникает. Вот вы исследуете эту тему в Центральной Азии. Вообще много ли исследователей, кто этим занимается, много ли эта тема поднимается, или она достаточно новая в целом для Центральной Азии? Тема сама по себе очень новая. Если вы спрашиваете про цифровых вегелантов, аналоговых вегелантов в Академии поднимали в 70-е годы, в 90-е, и вот снова к ним пришло внимание, начиная там где-то с середины 2010-х годов. И я просто привилегирован в том, что мой супервайзер по доктору или по PHD, Даниэль Тротте, он один из основателей концептуализации цифрового вегелантизма. И именно поэтому он взял меня в проект, потому что ему было интересно посмотреть на разного рода проявления вегелантизма в разных культурных и политических контекстах его проявления. Поэтому коллега смотрит на цифровой вегелантизм в Китае, а мое поле исследования – это «Россия плюс». Основной фокус моего исследования – это все-таки Россия. К сожалению, Центральная Азия не является предметом первичного интереса в мире. Это нам больно осознавать. Как Центральная Азия, я знаю, мы часто сидим и думаем, каждый хочет нас в такой замечательный регион исследовать, что-то от нас забрать, что-то вынюхать здесь. Реалии, к сожалению, совершенно другие. Центральную Азию мало кто знает, Центральная Азия мало кому интересна. Но именно в этом я вижу свою миссию, потому что, исследуя цифровой вегелантизм в России, я не мог не затронуть Центральную Азию, потому что и манера поведения копируется, и некоторое законодательство, некоторые подходы к регулированию медиапространства копируются. И, естественно, и Россия, и Китай являются такими нашими, как бы тут правильно выразиться, сильными соседями, которые имеют влияние в регионе. И поэтому, когда ты исследуешь Россию, ты не можешь не исследовать Центральную Азию. В этом плане я пытаюсь, конечно, махать флагом Центральной Азии, говорить, насколько это все интересно, насколько это все важно. Вот моя философия по жизни. Плавизм. Я ее основываю на понятиях, опять же, центрально-азиатских. Гармония того, что разные-разные ингредиенты могут сделать такое потрясающее составляющее, кем являемся. Мы — Центральные Азиаты. И везде, где есть возможность, пытаюсь регион осветить. И в том числе в своих исследованиях. Россия и Центральная Азия. Но мало кем это исследуется вне или в Центральной Азии, поэтому нам нужно, конечно, больше информации. Несколько раз я проводил модуль для Академии УБСФ в Бишкеке. Это потрясающая площадка в том плане, что студенты с разных стран Центральной Азии плюс Афганистан собираются в одной аудитории. И я разработал для них модуль, где мы обсуждали все эти темы, но неделю. И у них было задание тоже сделать исследование по своей стране и поделиться в конце презентации. И мы совместно генерировали, совместно создавали знания. И вот этого не хватает. Нам нужно совместно создавать знания. Здесь, в Нидерландах, в Гронингене, есть программа EU Central Asia Monitoring. Это мониторинговая группа по взаимоотношениям между Евросоюзом и Центральной Азией. К ним тоже раз в полугодие приезжают лидеры гражданского общества из Центральной Азии. И я бегу к ним с подобного рода программой и тоже говорю, ребята, медиабезопасность, она, к сожалению, ее не замечают в вопросах безопасности, когда обсуждают. такие более традиционные вещи. А она очень важна. И я пытаюсь поделиться с ними, заразить их вот этим энтузиазмом по исследованию медиабезопасности. И тоже даю им задание исследовать свою страну. И опять же, JustGru, спасибо вам. Я счастлив, что сегодня выпала возможность в очередной раз поднять эту тему, поделиться ключевыми, и опять же повторюсь, некоторыми важными понятиями и выявить у людей интерес к этой теме. для того, чтобы коллективное осознание, понимание и коллективное создание знаний продолжилось. Спасибо всем участникам за то, что присоединились, за то, что проявили интерес к теме. Я очень надеюсь, что нам удастся в следующий раз провести подобного рода мероприятия в оффлайновом формате, потому что все равно динамика другая и возможности другие. И это в очередной раз подчеркивает то, что, да, цифровые медиа актуальны, но ничто не заменит реальное, как бы real world experience, как говорится. Ничто не заменит нам реальность. Поэтому спасибо всем участникам. Я всегда открыт к сотрудничеству. Мои контакты вы найдете на сайте. И я всегда рад поговорить на эту тему полтора-два часа или неделю. Я никогда не устаю о ней говорить. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.